В импровизированном конференц-зале спорткомплекса волнительно, ведь через несколько минут сюда должна войти легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов. Пришел посмотреть на Вячеслава Фетисова, на легенду отечественного спорта. Для спортсмена такого уровня это уже хорошо видеть, что... как бы хорошо видеть его, просто увидеть это уже супер. Для меня это вообще любые небожители. Люди, которые играли беззаветно преданно спорту и играли, не думая ни о деньгах, ни о чем. Долгожданный гость уже в стенах дельфина. В фойе его сразу узнают посетители спорткомплекса и, как водятся, автографы и селфи со звездой. Не по регламенту, но Фетисов отказать не может. Компанию Вячеслава Александровича составил глава Ленинского района Олег Хромов. Вместе они осмотрели инфраструктуру комплекса и новые уникальные тренажеры. В этом моменте мы сможем править крепка, захвата воды, проноса и толчка. Встреча началась. Понимая, что в зале преимущественно спортивные тренеры, Вячеслав Фетисов начал беседу с ними с рассказа о своей собственной тренерской деятельности и о важности этой профессии. Я влюбился в тренерское дело. Я понял, что это призвание прежде всего. И результаты можно добиться только у любя этой профессии. Могу сказать, что у меня ощущения от победы тренерской были ярче и больше, чем даже долгожданная победа как игрока. Благодаря сотрудничеству общеобразовательных учреждений с центром «Дельфин» из трех обязательных уроков физкультуры в неделю два ребята проводят на воде. Тренерский состав предложил внедрить свой опыт подготовки спортсменов на общегосударственный уровень. Ведь подобная методика позволила выявить и воспитать призер Олимпийских игр в Бразилии Евгения Рылова. Он был очень маленький. Он маленький рост, там черненький, такой маленький. Тренер знал его еще с Оренбурга. И он сказал, что этот мальчик перспективный, его очень сильно любит вода. Подобный опыт не может остаться без внимания. Признал это и Вячеслав Фетисов. Я что попрошу, не знаю каким образом, или от центра от вашего, или от главы, этот опыт мне нужно будет написать на бумагу. Мы считаем, что наш опыт 24-летний. За это время произошло то-то тут. В Ленинском районе вскоре будет построен еще один комплекс, такой же как «Дельфин», куда тренеры будут передавать свои навыки. В этом году мы реализуем свою муниципальную программу. В рамках этой программы мы приступаем к строительству нового спортивного сооружения. Там будет 25-метровый бассейн, 4 спортивных зала в поселке Горки-Ленинские. Также в режиме диалога на встрече обсуждались проблемы спортивной медицины, возможности ездить на соревнования всем тренерским штабам, жилищные условия сотрудников и многие-многие другие. Илья Кремев, Владимир Андрианов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Продолжение следует...